Четвёртый, наверное, несколько сотен и так далее. Нарисовать невозможно, и, значит, становится у них там, в смысле, бессмысленной. Поэтому, значит, был придуман некий способ, как уменьшить число суммировых диаграмм. Значит, оказывается, можно что-то частично просуммировать и вставить уже, как говорится, в качестве суммированных блоков диаграммную термину. Ну, чтобы это понять, давайте нарисуем сперва диаграммы. Будет 11 диаграмм, 13 диаграмм. В ряду разложения функций глина одноэлектронной по степеням взаимодействия. Рисуем глина, как в любых местах пространства. Ну, вот, полная функция глина, готовая увеличить путёное отложение. Индекс П. Выписывая представление. Первый член. Функция глина без учёта взаимодействия. Поправка второго порядка. Проходит. 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 В данных линиях я негатив индексы суммирования уже не ставлю. Потому что, вы знаете, что они должны расставляться по принципу выполнения закона сохранения вершина. Вот я ещё только на одной диаграмме рисую. Так, ну и теперь 10 поправок второго порядка. Индексы только ставлю на линии выходящих и выходящих. Поправок второго порядка. Прямая. Поправок второго порядка. Трудий раз messages aumentа. С exports. С о... Продолжение следует... 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 Так вот, давайте, значит, совокупность всех этих диаграмм будем вам разначать с рубежком, и давайте, значит, аналитически мы его будем запишивать. Вот так, сигма, собственная энергетическая часть, спиновый индекс альфа-бета и П, четырехмерный импульс. Вот когда мы все эти диаграммы разумеем, вычислим, но она будет зависеть от П, спиновых индекс альфа-бета. Теперь, значит, давайте вернемся к нашему вот этому ряду, который я нарисовал. Но не трудно совпадать речь, что если вот выбирать, скажем так, только, давайте, значит, как нашу кожу будет ставить ряду компактно. Значит, полная функция Грина начинается с нулевой функции Грина, затем что мы делаем? Затем мы собираем бесконечную последовательность, неприводимую в собственную энергетическую часть. Вкладываем в собственную энергетическую часть. Ну вот берем эту диаграмму, эту диаграмму, пошли вклады диаграммки Т, Е, Е, К и так далее, и так далее. Ясно, что когда мы собираем эту последовательность, у нас получится вот такая. А что теперь сделать с неприводимыми, то есть с приводимыми диаграммами? Смотрите, вот, скажем, приводимая диаграмма А. Значит, давайте будем забивать, вот здесь это место усложнять, опять-таки, дополнять всеми последовательностями диаграмм неприводимых. Значит, вот это, значит, вот это, вот это, вот это, они начало, вот эти четыре диаграммы, они начало следующего ряда. Если бы мы рисовали третий порядок теории возмущения, в третьем порядке у нас появились уже диаграммы, которые перерезаются по трем электронным. Здесь перерезаются по обой электронной линии внутри, а в третьем порядке у нас появились бы диаграммы, которые перерезаются по трем электронным линиям, скажем, простейший порядок. В третьем порядке появились бы диаграммы, перерезаемые по трем электронным линиям. В четвертом порядке появились бы диаграммы, то есть здесь по двум внутренним электронным видам, которые перенесаются по тремой линии. Ясно, что в третьем порядке, это значит вот эти диаграммы, это одночасники такого, который последовательский. Четвертый порядок – это разночальный свой страховой последовательности. И так далее, и так далее. Последовательность бесконечна. Вот мы запозили такую последовательность, посмотрим, что можно сделать дальше с ней. Вот давайте подпишем точку. Можно сделать следующую вещь. Давайте вот в этом ряду мысленно, вот так проведу я скобочку, после первого труда. И поглядим. Что за бесконечная последовательность стоит после вот этой скобочки? Это видите. Невзаимодействующая функция равенна. Функция равенна с одной собственной энергетической части передовой ради, двумя и тремя. То есть в активчике, после верхней скобочки, стоит такой же бесконечный ряд, как мы его рисовали. В результате, то есть все, что после этой скобочки, если этот ряд свернуть и вычислить, мы получим полная функция равенна. Продолжаемое равенство, значит, то, что стоит после этой скобочки. Полная функция равенна. Есть, равняется. Так, давайте с учетом этого подъем. Полная функция равенна. Ну, мы даже могли бы этот фокус проделывать немножко иным способом. Мы бы могли проводить отсечение, наоборот. Так, мы могли бы проводить отсечение. Перед последним блоком. Что было у нас тогда? Тогда, если последним блоком наоборот стоит, бесконечная последняя блоком. Значит, это с другой стороны можно было бы записать, что поменяли. Так. 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 Вот два варианта, как говорится, записи этого выполнения. В такой более комбаттной, зеленой форме. Ну и давайте вот этим рисунком сопоставим некую аналитику. Ну, значит, что полная функция равенна. Значит, давайте у нас исполнено вот так. Значит, полной функции равенна мы сопоставляем и g альфа-бета-t. Так. Затем идет тонкая функция равенна. Плюс равенна не зеленодействует. Плюс и g альфа-бета-t. Так. Плюс и g альфа-бета-t. Сумеем у меня по спиновым индексам обратно вводить. Так. Плюс и г альфа-бета-t. И на выходе стоит и полная функция равенна г альфа-бета-t. Вот по закону сопоставления каждому, так сказать, георитическому элементу аналитическое выражение. Ну, если, значит, все эти вещи перемножить, все знаки минус единиц учесть, то мы получим вот такое умновление g альфа-бета-t. Поехали. 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 спиновые индексы, понимая, что это все матрицы в спиновом пространстве, иначе, когда пишешь их аккуратно, надо производить суммирование по спинам при перемножении спинного состояния. Тогда вот если я пустить спиновые индексы, это уравнение можно писать, так сказать, короче. Это знаменитое уравнение теоретической физики многих частиц. Это уравнение называется уравнение Дайсона. Ну, его можно немножко преобразовать в другой форме, давайте делаем так. Давайте слева умножим на G минус один из пять. Тогда у нас получится уравнение. Такое единица равняется G а. А, неправильно, давайте справа, справа, неправильно, конечно. Ж единица равняется G, только из грабителей первого. Значит, получится у нас единица G0P на G минус один из пять плюс G0P на активный объект. Ну, а теперь давайте слева на обратную веревую функцию времени можем. Тогда получится G0 минус один. Ну, и окончательно, окончательно можно переписать вот так, это уравнение. Давайте Сигму перенесем в собственную энергетическую часть лево. Вот получили еще второй вариант запись и уравнение Дайсона. Второй вариант запись и уравнение Дайсона. Чем это интересно? А это, в общем, чем полезно и интересно? Это полезно тем, что, когда мы установили, что функция Грейна подчиняется уравнению Дайсона, видно, что ее вычисление сводится к вычислению фактически массового оператора, непроиводимой собственной энергетической части. А число диаграмм, входящих в непроиводимую собственную энергетическую часть, все-таки намного меньше, чем число диаграмм, вставивших в исходные варианты функции Грейна. И вот, значит, наша задача, практически все задачи, при вычислении таких функций Грейна, в диаграммной технике, сводится к искусству вычисления собственной энергетической части. Ну, давайте, поэтому поговорим немножко о собственной энергетической части для случая двучастичного взаимодействия. Так, сейчас еще раз я нарисую собственные энергетические правки по теории возмущения. И вот, если смотреть вот эти диаграммы, которые входят в собственную энергетическую часть, при двухчастичном взаимодействии, заметно, что они распадаются на два класса. Есть одни диаграммы, которые, входящие и выходящие функции Грейна, присоединяются через одну линию взаимодействия этого типа, а есть, которые подсоединяются через две вершины. Которые подсоединяются через одну вершину, а есть, которые подсоединяются через две вершины. Вот, собственно, энергетическая часть, она через две вершины присоединяется, а здесь она подсоединяется через одну вершину. Вот давайте совокупность таких диаграмм назовем диаграммы с одним концом, диаграммы типа А. Ну и поглядим, что они из себя представляют. Так, давайте диаграммы класса А, принящее собственную энергетическую часть. Рисуем первую диаграмму, самый ближайший порядок теории размещения. Так, A1, И плюс передачи равный 0. Это значит первый порядок, одна линия взаимодействия. Так же, второй порядок теории размещения. Ну, И плюс передачи, это A1, 0. Вот, так, вот здесь появилось. И еще одна диаграмма второго порядка и севое размещение. Вот второй порядок. Второй порядок. Дальше. Ну, дальше пойдет, собственно, у нас третий порядок. Это, в общем, все усложнение головастика. Ну, у нас третий порядок. Не рисуешь всех. В общем, должно быть три молнии стреления, как сказать, усложняя голову, голова, степень. Ну, теперь давайте обратим внимание. Вот если оторвать у этого головастика вот этот вот хвост, полный низкий, кулакный, 0, что у нас будет? Какая последовательность? Значит, будет одна или иного зая функция, Галина, плюс. Так, будет вот это, что такое? Значит, так. Так, это выглядит вот так. Оторвать нужно, поймите. Так. Дальше. Вот это будет что? Плюс. Так. Значит, открываем, вот, спривляем, вот так. Это вот этот будет. Вот такая его порядка. Плюс. Ну, давайте вот это отобряем. Это что у нас будет? Так. Пузырики, пузырики. Сейчас. Я соброжу. Так. Так, 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 так. Это будет одна входящая, вот эта выходящая. А, это значит, можно преобразовать вот такую, вот здесь. Что мы видим? Первое, это что такое? Не, вот это? А, да. В общем, на стрелке в одну сторону накрывал. Что мы видим, ребята? Это, опять, вот если уголовастика отрывать кост, то все, что стоит выше, это набирает, обошел полную функцию грида. То есть, если просумевать всю совокупность диагоназ, подсоединяющийся через один конец, бесконечную последовательность, то у нас получится такая штука. А вот здесь будет жирная линия, отвечающая полной функции грида. Ну ладно, тогда дальше попробуем записать аналитическое выражение для вот этого вклада, вот, совокупности диаграмм типа А. Так, и сила диаграммы вклада А. Ну, начинаем вспоминать, как пишем мы диаграммы выпукусной техники, выпукусно-палакраски. Вот, давайте допишем, что во первую часть. Значит, в алгейской линии сопоставляется линус и на потенциал взаимодействия, потенциал взаимодействия при куравном нулём. Так, дальше. Облашной линией сопоставляется и, вот, значит, g0, p1. И, конечно, здесь интегрирование по модульному импульсу даёт правило, чтобы нам два тридцать кровля. Дальше. Вспоминаем правило, что если у нас была замкнутая, или одна диаграммия, одна замкнутая электронная цепля, то мы должны записать минус единицу в степени число таких рыбковатых петель. Вот на первой диаграмме, значит, у нас минус единица, здесь меня есть. Ну, я другие диаграммы не пишу, но, значит, первую члену у меня что будет? Так, и на минус единицу даёт плюс. Значит, минус. Так, ну ладно, давайте оставим пока так. Ну и я напомню, что в свое время мы показали, вот если мы возьмем функцию Грина, то есть Грина 0 от х минус х1, то есть у нас здесь вот эта разница равняется 0, то есть вот эта разница, то есть показатель ноль, значит, здесь единица, Поэтому наше выражение, заинтегрированное, просто дает функцию граина с совпадающими аргументами. Это функция граина с совпадающими аргументами. Мы ее обозначали еще короче и показали, что это плотность частиц в отсутствии взаимодействия. Теперь возвращаемся к нашему выражению тепла. Значит, видим, что первый член будет такой и взаимодействие с нулевой передачей импульса. Так, на функцию Грина с нулевой разностью аргументов минус ИУ0 на минус Н0. Значит, первый член выйдет для собственной энергетической части. После наших вычислений мы показали равен ИУ0 минус Н0. Плюс последующие вклады подсоединяемые через один конец. Но дальше мы показали, что результат суммирной и бесконечной последовательности ведется к тому, что у нас все эти вклады дадут вверху, в голове, так сказать, полную функцию Грина. Но ясно, что полная функция Грина в результате всего будет давать плотность частиц при наличии взаимодействия. То есть мы запишем, перейдем опять к полной функции Грина с нулевой разностью аргументов. И это, значит, будет равняться в итоге минус ИУ0 плотность частиц с учетом взаимодействия. Ну, отсюда имеется в виду, что диаграмма типа, если вот эти иные в силе убрать, диаграмма типа класса А, можно записать компактно, ну, вот результат для собственной энергетической части диаграммы типа А. Ну, а теперь поговорим о диаграммах типа В, подсоединяемых через две вершины, входящие и выходящие в функцию Грина. Так, ну что мне надо делать? Давайте-ка я теперь нарисую диаграммы, входящие в класс В. Субтитры из ИУ0. Субтитры из ИУ0. Субтитры из ИУ0. Первая самая маленькая начальная диаграмма. Собственная энергетическая часть. И вот. Дальше, пошли, дядя, в рамки второго порядка теории возмущения. Дальше, пошли, дядя, в рамки второго порядка теории возмущения. Так, естественно, рисую не все. Дальше, дядя, в рамки второго порядка теории возмущения. Дальше, дядя, в рамки третьего порядка можно зарисовать. Наготочие, скажем, дядя, в рамки второго типа. Прилимем взаимодействие. Ну и вот обратите внимание. Вот в этой бесконечной последовательности диаграмм можно диаграммы опять-таки разбить на два класса. Один класса — это диаграммы, которые на внутренних линиях содержат, собственно, нейрогетические вставки. Ну вот, например, давайте я вот так. Что я имею в виду? Вот видите, здесь электронное вставление. А вот это что у меня вставлено? Это кусочек собственной энергетической части. Так, вот эта диаграмма не содержит таких вставок от собственной энергетической части. Это тоже на внутренних линиях не содержит. А вот эта диаграмма не содержит. Вот эта диаграмма не содержит. Так вот, те диаграммы, которые содержат вставки на внутренней собственной энергетической части, они фактически являются родоначальниками бесконечного ряда, где вот мы видим... Значит, вот давайте оставим взаимодействие. Функция Горина. Функция Горина плюс линия распространения собственной энергетической части. Вот это что-то. Вот это что-то. Вот это что-то. Такие диаграммы можно объединить вот сюда, вот в эту исходную диаграмму, собрать последовательность диаграммы, но вот эту тонкую функцию Горина заменить на живную. И диаграммы в собственной энергетической части, не содержащие, в свою очередь, собственные энергетические вставки, называются скелетными диаграммами. То есть, вот такая совокупность плюс... Вот такая совокупность плюс... 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 Полная функция, опять-таки, бесконечные последствия. А скелетные, получается, те, которые не в рамки? А? Скелеты те, которые не в рамки, а и скелетные. Вот эта самая диакрамма, она скелетная, где нет собственной энергетической части. Если мы будем дальше рисовать бесконечный ряд, мы увидим, что можем их сюда вставлять, сюда навешивать какие-то дела, собственные энергетические изставки следующих порядков твоих возмущений. Но все эти штуки приведут к тому, что вот эту диаграмму после отбора бесконечной последовательности надо заменить на следующую штуку. Вот эта диаграмма, о которой вы обратили внимание, она фактически является начальником ряда, когда вот здесь стоит такая функция Галина, полный, стоит набор полной функции Галина. Ну и эту диаграмму можно абсолютно тоже топологически реализовать, вот еще в таком виде, давайте мы ее нарисуем. То же самое. Просто взял вот это и переглянулось. Ну, в первый взгляд, похоже, как выглядели, если видите, то есть так. Ну давайте сделаем первый взгляд. И принцип блочного суммирования для случая двухчастичного взаимодействия электронов. Я напомню, что мы еще с вами рассматривали в свое время взаимодействие электронов с полем и взаимодействие электронов с полем. Давайте сейчас рассмотрим блочное суммирование взаимодействия электронов с полем. Это очень простой вариант. Это очень простой вариант. Включим к судебам дня. Ну, почему писать функцию Галина в случае взаимодействия с полем? В вымысленном представлении у нас был такой ряд. Полная функция Галина, значит, G, A, B, она зависима от двух импульсов, потому что при взаимодействии с полем, неодноводной по времени и пространству, утрачилась, так сказать, развеционная эмболианность по времени и по пространству. Вот эти точки были А, по этой точке, Бета, точка, Би. Так, первая функция Галина. Дальше, поправка следующего порядка, первого порядка по взаимодействию с полем. Взаимодействие символически изображали крестиком, значит, было Альфа, Бетта. В любая функция Галина выходить, это как Би, Штрифт. Так. Ну, а вот этому крестику мы приписываем взаимодействие Альфа, Бетта, а нет, потом нет. То, значит, Гамма-1, Гамма-2, значит, Бетта, Гамма-1, Гамма-2, то спидуло бюкс на П, минус П, Штрифт. Вот оно нарушало концепционную эмболианность. Дальше, либо Альфа, Бетта, Гамма-2, Так. В общем, такой просто порядок бесконечной последовательности крестиков, характеризующей взаимодействия Альфа и Штрифт. Ну, давайте, опять-таки, проделаем, как в случае двухчастичного взаимодействия, вот сечение. Ну, можно, вот, говорю, вот так. Вот так называемая скобочка. Что опять после скобочки стоит? Функция гранина взаимодействующих частиц, плюс функция гранина накладная взаимодействия и так далее. Видно, что фактически здесь, после нашей скобки, если бывать бесконечный ряд, стоит опять-таки полная функция гранина. Значит, в итоге мы записываем так. А вот дальше. Ну и, соответственно, это G0 альфа, Бета, П. так, G0 альфа, гамма-1Т, крестик В, гамма-1, гамма-2В, крестик В, гамма-1, гамма-1, гамма-2, мы видим, что фактически роль собственной нейросхитической части и говорит просто о том взаимодействии. Какие дополнительные диаграммы надо вычислять, просто в роли собственной аналитической части, в роли взаимодействия. Ну и напишу, значит, аналитическое выражение, вот для этого сейчас порядок. Так, если все это описать, вот этот вариант аналитический, он будет такой. И все готово. Ну и, конечно, учитывая аккуратное интегрирование, вот это осталось. Вот выравнение Дайсона для взаимодействия с полем. Ну, можно еще вспомнить, что функция гаминно-девзаимодействующих частиц у нас, если мы рассматриваем немагнитную систему, она от спиновых индексов не зависит, она диагональна. так, если это воткнуть, наше уравнение предполагается в таком виде, гаминна-девзаимодействия с полем. Так, плюс Это выкинет здесь Δαγ1, по этим индексам проводится суммирование, значит тогда у нас, если мы суммируем по γ1, γ1 заменится на α, то это будет Д4П1, 2, 1,4, В, 12 грамма, С, М-П1, G, так, Г, это, П1, 12 грамма. Вот так ещё немножко упростили эту запись. Ну и наконец последнее, что тут можно ещё сделать. Давайте всё вот это наше последнее уравнение, вот это уравнение, слева умножим на g0-1k. Тогда здесь вот остается только вот этот кусочек, единица, соответственно, единичная матрица в импульсном и спинном пространстве. А g0-1k, если вспомнить явный вид, это омега минус . Ну тут ещё бесконечно немалая добавка, но она существенно в знаменателе была. Когда мы берём умрастную функцию, говорим, она нам не важна. Да, это наше уравнение, можно переписать, соответственно, ещё так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В случае взаимодействия с полем мы разобрались. Это всё просто. Третий вариант. Блочное суммирование при взаимодействии электронов с фаномами. Третий вариант. Блочное суммирование при взаимодействии электронов с фаномами. Электронов с фаномами взаимодействия влияет на электронную систему и также обратно на фаномную систему. То есть мы рассматривали как в своевремя ряд теорий возмущения для электронной функции Грина и для самого. Для электронной функции Грина в чем была особенность? Особенность была та, что когда у нас возникали диаграммы головастиками, которые в конечном счете проводили в импульсном оборудовании 13-й складов с нулевой передачей импульса, то оказывается, функция Грина и взаимодействующих позонов на нулевой передаче импульса равняется нулю. И поэтому диаграммы, подсоединяемые через одну точку линию распространения, у нас нет. То есть если сравнивать с тем, что мы рассказывали на прошлом часе, у нас здесь только диаграммы типа В, подсоединяемые через две точки. Поэтому собственная энергетическая часть для электронов и электронов в формном взаимодействии, например, вот так нам сказали, что это электронов в формном взаимодействии, собственные энергетические источки, они изображаются следующим образом. Значит, я напоминаю, что вот этим точкам решает параметр жирных электронов в формном взаимодействии, а вот эта пунктивная линия, это, так сказать, нулевая канонная функция Гринина. Ну и вот, давайте смотреть. Первый неисчезающий вклад во втором порядке невыгоревозмущения, затем идут три неисчезающих вклада от четвертого порядка невыгоревозмущения. Порядок невыгоревозмущения считается здесь параметр жирным точкам. Нечетный порядок невыгоревозмущения вклада в нечетный порядок невыгоревозмущения исчезает. Так, я нарисую. Ну, можно и рисовать вот так, верху перекрестами, чтобы надо не думать. Субтитры сделал DimaTorzok То есть, как и в случае двухчастичного взаимодействия делаем следующую процедуру. Пишем бесконечный ряд электронно-формленного взаимодействия. Отсекаем входящие-выходящие хвосты. Тогда остаются вот такие диаграммы. Вот эти диаграммы. Видим, что опять-таки, вот тут я нарисовал в четвертом порядке три диаграммы. Одна диаграмма, что она содержит? Она содержит вот эту собственную энергетическую вставку. То есть, вот эта диаграмма не скелетная. Вот эта скелетная, вот эта скелетная, вот эта скелетная. Если смотреть дальше в бесконечный ряд теорий возвращения, то мы придем к тому, что вот эту подошву надо просто заменить полной функцией Грина. Значит, тогда через, если высылать через скелетные диаграммы, значит, это надо так, 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 так. Вот эти две диаграммы пошли, вот спрячутся скелетные. Ну, здесь поправки можно в следующий порядок мы здесь насадить и так далее. Это тоже поведет, потому что у нас возникнут скелетные диаграммы, ну, вот такого типа, давайте, давайте я вот эту диаграмму так нарисуем, как в этом стороне. Это я вот эту другую делу. Заменив вот эти тонкие линии на полные, ну, и так ее изобнув, так вот для такого вида. Так, ну, вот это вот диаграмма третьего порядка. То есть, это третья диаграмма. Когда я наберу последовательный, собственно, энергетический стелок, так, например, у меня то есть, здесь все эти же принципы выделения непроиводимой собственной энергетической части, собственной энергетической части непроиводимой, и отбор скелетных диаграмм. Теперь к фаномной функции Грина обратимся. Давайте для фаномной функции Грина я напишу ряд для фаномной функции Грина, содержащей поправки по степеням взаимодействия. Фаномная функция Грина. Так, пишу в караидинантном пространстве. Полная фаномная функция Грина с учетом взаимодействия. Когда мы разлагаем представление взаимодействия S-матрицу в ряд, R-у-член взаимодействия единица, ну, в результате первый вклад дает функцию Грина с один и два. Дальше. Первый неисчезающий вклад во втором порядке теории возмещения. Координатное представление будет выглядеть на уровне А. вкладка. Дальше. Дальше. Так. Еще три диаграмма. Еще одна диаграмма, четвертая порядка, все зависит от каких-то и так, раз, раз, два, три. Так, ищем за деньгарты последние дни, святом пареньки. Ну, дальше надо шестой порядок теории возмущения, то есть диаграмму с четвертыми вершинами рисовать, привязанной к концевым точкам и так далее. Но, начинаем пока смотреть, что здесь видно. Видно, что в четвертом порядке теории возмущения, который эквивалентен второму порядку теории возмущения в электронном очистительном реабилитии, появилась вот такая диаграмма. И эта диаграмма оказывается перерезаемой по одной фаномной функции Грина. Таким образом, все диаграммы бесконечного ряду для фаномной функции Грина делятся на два класса. Приводимые и неприводимые. Приводимые, которые перерезаются хотя бы по одной фаномной функции Грина. Там, может быть, есть и Гри-две, и Гри, но, по крайней мере, хотя бы по одной фаномной функции Грина. Так, значит, мы здесь точно так же, как и в случае электронного взаимодействия, можем делать такую форму. Вот так отсечем, вот так отсечем. Что видим, значит, набирается после, кстати, этой линии? Здесь набирается тоже бесконечная последовательность диаграмм, они свернутся в полную фаномную функцию Грина. Значит, особокупность всех неприводимых частей даст нам неприводимую и собственную энергетическую часть для фаномной функции Грина, которая обычно называется поляризационным оператором. Ну и вот если проводить такую процедуру отсечения, здесь вот этот наш ряд компактно свернется в следующий диаграммный ряд. Полную фаномную функцию Грина точке Х Х X X 1 X 2 равняется тоненько функцией гавриногических 1 и 2 плюс дальше давайте все совокупные собственные энергетические частей что я там рисовал? а там я рисовал электронные функции гавриногружок ну давайте здесь разнообразие вот изобразим так квадратом ну можно чем угодно придумать шахматного коня рисовать есть индекс x1 4 2 это, как говорится, браво 2 а дальше идёт опять полная функция гаврина вот вот так теперь аналитическое выражение соответствующее вот этому графическому ряду будет оно будет выглядеть в координатном пространстве его образом так так плюс так плюс так плюс поляризационное поляризационное оператор или собственной энергетической части нормальной функции гаврина обычно назначаются буквы либо п но некоторые любят букву п парни п то есть и конечные интегрериалы Вот, значит, я это пи нарисовал. Теперь давайте нарисуем последовательность, диаграмм начального последовательного входящего, значит, поляризационный оператор. Так, первая диаграмма, с которой начинается все, самая элементарная электронная петля. Дальше такая диаграмма, такая диаграмма, так, ну, дальше рисую пример. Просто, кто может быть с удовольствием. Так, вот сейчас я уже буду рисовать шестой порядок километров. И все диаграммы, ну, допустим, у вас такая диаграмма будет. Дальше. 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 И так далее и так далее. Вот я нарисовал мекстовую диагограмму из бесконечных последовательностей для поляризационного оператора или для собственной энергетической части твоего мужчины. Ну и хочу обратить внимание, что вот если смотреть на эти диаграммы, опять-таки в диаграмме видно есть скелетные и есть нескелетные, содержащие собственные энергетические ставки. Вот это нескелетные, содержит собственную энергетическую ставку на этой линии. Вот это тоже бескелетная. Где, собственно, энергетическая ставка? А вот смотрите, идет тонкая фономная линия фонда алюрина, а здесь появилась на ней элементарная ставка в виде бутылки. То есть, если вот эти бесконечные потом после этого нести, то вот эти две диаграммы мы можем свернуть первые пять, свернуть в такую скелетную диаграмму, во что их потом свернуть? они практически будут толстенье. Сделано из полных фоновых клонов электронных, но вот эти дальше диаграммы они, значит, нескелетные, они, значит, являются начальниками ряда такого. Так, вот это будет начальником вот такой штуки. И вот последнее диаграмма тоже, которое нарисовал, тоже подсумеваю. Ну, это будет, может, какой-то такой штуки. Вот это диаграмма. И так далее, и так далее. И так далее, и так далее. Пару последних замечаний по этим диаграммам. Ну, не трудно заметить, что все диаграммы для массового оператора, то есть непроводимой, собственно, энергетической части функции Грина, в случае электронно-фономного взаимодействия можно получить из диаграммы низшего порядка. Следующим образом. Вот диаграмма низшего порядка, собственно, энергетической части Грина, в случае электронно-фономного взаимодействия такая. Так вот, можно и согласить некую такую символическую диаграмму. Давайте пробили так. Здесь полная электронная функция Грина. Здесь полная электронная функция Грина. А вот эту точку заменим вот на такой блок треугольный, который называется вершинная часть. Вершинная часть электронно-фономного взаимодействия. Грина. То есть, с чему сводится вся наша процедура? D0G от K мы заменяем на полную функцию Грина. G0 от K, P-K, заменяем на полную функцию Грина. И правую точку, ну можно и первую точку, заменяем на вершинную часть. На вершинную часть, которая подсоединяется таким образом. Значит, вот там, где подходит электронная P-K и на выходе, где подсоединяется хвост индекс P. И вся вот эта диагронка, которую я сейчас нарисовал в таком усложненном видео, она записывается аналитическим образом. вот так. Сигма P равняется I G G G P-K D-K Вершинная часть D4K 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 Вот этот индекс отвечает входящему электрону. Электрон. Электрон. Вот этот, значит, так, отмечает выходящему электрону. А вот это отмечает результат установки. Вернули. Ну а что из себя представляет собой? Вот эта, собственно, вершинная часть. Вершинная часть — это бесконечная последовательность. Таким не образом. Вначале просто обычное взаимодействие, затем резкою X Затем Пример Продолжение следует... Функтивные линии — это фанонные функции, потому что и линия — это электронные. И тогда вот если подставлять разложение вот этой вершинной части, ну, наша собственноэнергетическая часть или полевизационный оператор, это будет в простейшем виде вот эта электронная петля. Электронная петля. Ну а дальше идут поправки, скажем, вот связанные с этой вершиной. Так. Так. И если взять во мнение Дайксона, во мнение Дайксона если взять, то в случае электронно-фанонного взаимодействия мы его перепишем в импульсном предоставлении так. Дайксона. Давай я сейчас напоминаю, что. Уловные, где написано. Можно написать символически G0. Любит G0. Собственноэнергетическая часть. Вот. Единственное. Словно. Это. А. 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 Третий. Уверховкий биоавимодействие в импульсном предоставлении их будет мне следующий вид для электронной 펑ız- compromise. Это значит у нас G0-1, так, G от P, минус G, так, вершина, вершина, вот это все, что я писал спереди, это сигма, а active П, минус G, 4,于 1, вот уравнение Дайв 생각. Ну, давайте, видите, вот на 5 минут задержу, потому что отвылаживание в последующий раз все забудете. Ну и аналогично можно записать собственную энергетическую часть фанонов. Полная собственная энергетическая часть получается из первой начальной диаграммы для фаноновной функции говина. Начальная диаграмма собственной энергетической части поляризационного эмператора – это вот такая петля. Мы её описали. Она заменяется на следующее. Вот эта вершина сохраняется. Дальше. А здесь опять та же самая треугольная фаноновная вершина. И аналитическое выражение, соответствующее вот этому поляризационной петле, будет такое. В этой точке отвечали G. Дальше. Дальше функция говина, полная эту петлю, я лист на воду. ПМ-К. Дальше идёт вершина. 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 Электомона импульс выходящихся го或agues брагения, вот это импульс фанонов для фанонов. Так, ну и что осталось? d, 4, b, это 2. d, 4, b, это 2. d, 4, b, это 2. Значит, что тут немножко отличает? Двойка и знак минус. Минус. Минус всегда появляется из-за электронной, замкнутой электронной петли. Вот у нас здесь диаграммик получается, да, куда идти, ладно, нельзя. И склонные рубки, так сказать. Двойка. Это отсуммирование, отсуммирование спинного пространства. Там, если подставить матрицы-интексы, там мы увидим, что суммирует, в некий момент возникает такая цифра альфа-альфа, что означает сумму по альфа спинного пространства, это даёт боль. Ну и уравнение дексона, символически, для фонозной функции, уравнение дексона будет такое, д. Д, 0, д, 0. Полезационная эспадатора, пи. Д. Мы его пригодим к вот такому же виду. Д, 0, минус 1. Т. Минус пи. Д. Разняем дексона. Вот сравните с этим выражением. И, если подставлять явный вид обратной фононной функции грида для них взаимодействующих фононов, то обратная фононная функция грида для них взаимодействующих фононов, где-то такой вид. Омега. 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 Минус пи. Потому что в правиле функции грида это член стоит. В чистой отделении. В чистой отделении. Решинная часть. Функция, которая выбирала 3, 4, 3, 2, 3, 4, ну и, значит, вот эта функция гравина, сидящая на хвосте, вот эта гравина, сидящая. Вот его мнение Тайсова. Функция, формат, записанная для фондов и функций гравина. Выпустили. Все. Ну ладно, я вас накормил мартириаловскими стихами. Ну вот, есть такая вот эта. Спасибо.